В правительстве Самарской области обсудили вопрос реализации госпрограммы по оздоровлению Волги. По словам региональных властей, на это потребуется около 32 миллиардов рублей. Часть средств выделят из федерального бюджета. Специалистам предстоит обновить очистные канализационные сооружения на четырех промышленных предприятиях, которые входят в топ-10 основных загрязнителей бассейна реки. Это должно повлиять на целевые показатели национального проекта. Целью государственной программы является улучшение экологического состояния реки Волги за счет сокращения к концу 2024 года в три раза доли загрязненных точных вод, отводимых в реку Волга. Жители и гости Самары смотрят на эту проблему по-разному. Одни считают, что власти держат ситуацию под контролем, другие предлагают решить наболевший вопрос в кратчайшие сроки. В этом году, между прочим, хорошая чистая вода. Ну, может, пока не цветет еще? Так? Мне нравится. Хорошая в этом году не цветет почти. С мусором, наверное, что-нибудь надо делать как-то. Культуру людей нужно увеличивать. Ну, все связано, конечно, с материальным, наверное, финансированием. А так, ты, экологи, у них есть свои, конечно, методики оздоровления. Это нужно делать обязательно. Сейчас, если можно опоздать на несколько лет, потом мы уже ничего не установим. Вот у меня маленький ребенок три года, вот я его сюда не вожу. Не особо хочется купаться. Нам кажется, что как бы вода не особо чистая. То есть, наверняка, идут какие-то несанкционированные сбросы от разных предприятий, организаций. Напомним, что решению экологических проблем в регионе уделяют самое пристальное внимание. Недавно на острове Поджабном очистили береговую линию. В эко-пикнике участвовали сотрудники администрации, добровольцы, а также представители молодежного парламента. Неравнодушные горожане собрали около 200 мешков с бытовыми отходами. Анатолий Головко, Дмитрий Мешканцов, События.